МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом, дорогие друзья! Мы будем продолжать сегодня изучать тему, которую я начал и провел уже пять уроков, называется «Тиккун улам» или «Восстановление мира». Как заголовок я взял «Деяния апостола» в третью главу, 21 стих, в котором, если мы переводим с греческого языка, сказано, что все будет исправлено в момент возвращения или до возвращения, или до момента возвращения. Мы точно не знаем эти периоды. Вообще очень точные вещи по Писанию. Ну, практически невозможно предсказать. Единичные разы что-то предсказывали точно, типа 70 лет пленения в Вавилоне. Даниил предсказал по пророчеству Иеремии. Какие-то вещи, связанные с потопом, были достаточно точны. Но здесь мы не можем понимать, что значит последние времена и их растяжение, и в какой точке этих последних времен мы находимся. Поэтому самое главное быть нам людьми, которых Писание называет «мудрые девы». Это те, которые исполняют заповеди Господни, и, по крайней мере, готовят себя к встрече с небесным женихом. Это основной концепт, и я надеюсь, что вы понимаете его. Все остальное, то, что я вам даю, это как бы возможность взглянуть на весь мир шире, и на Писание, одеть мир на Писание или Писание на мир, чтобы понять ситуацию. Сегодня у нас тема называется «Шаг восстановления». Первый шаг восстановления. И, как я говорил вам, те три шага деградации человечества, когда были разрушена идиллия или гармония с Творцом, и разрушена через потоп идиллия или гармония связь человека с Творением, или через разрушение Вавилонской башни была разрушена идиллия, связь между человеческими племенами, мы можем эти шаги минус три разбить на минус 10, 15, или как мы хотим, и вы можете пользоваться любыми мерками, которые вам будут удобны. Я использовал три шага вниз, три шага вверх. Немножко напоминает еврейскую песню 7.40. Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад, чтобы было меньше считать. Так легче. Но есть несколько вещей, которые я хочу вам напомнить. Итак, Вавилон – это даже не историческое время, когда это случилось много-много тысячелетий назад. И это даже не место, которое сегодня бы располагалось на территории современного Ирака. Это больше концепт. Это Вавилон или конфуз, бильбуль, смятение, которое наполняет весь мир. И это то состояние, которое будет сокрушено Господом по Писанию в конце последнего времени. Об этом мы читаем в Откровении. Там написано «Ангел восклицает, пал, пал Вавилон». То есть, если бы это было историческое какое-то событие или какая-то территория, то почему в конце времен Вавилон, который там случился, когда стали поклоняться твари вместо Творца, когда человечество оказалось выбитое полностью из колеи. И я тогда привел такую некую картину деградации от 100% к 70%, от 70% к 40%. И после Бавилона просто на низший уровень, который чуть-чуть отделяет нас от шимпанзе или от арангутанга. Простите за битуй такое, за такое выражение. Но так учил товарищ Дарвин. Не знаю, откуда он это взял, но неважно. Итак, 10 глава Бытия говорит, что 70 народов, помните, я вам предлагал пересчитать все эти народы, которые записаны в 10 главе Бытия, их там 70, они совратились и они пали, по сути, пали. И вот несколько намеков, которые Священное Писание дают по этому вопросу. И я опять повторяюсь, к концепту. Мы читаем, что, помните, я говорил вам, что в Писаниях есть часто синонимы, которые используются и говорят, по сути, об одном и том же, только другие слова, типа тьма или типа Вавилон или типа греховность. В Колоссянах написано, Бог через Ешуа Машеха вывел Колоссян из тьмы в чудный свой свет. Когда там говорится тьма и чудный его свет, это ни в коей мере не говорится о грехе и безгреховности. Тьма – это вот этот вот конфуз, смешение, вавилонское заблуждение. Исайя на эту тему очень интересно говорит. И он говорит, тьма покроет народы, а над тобою воссияет Господь. И там, интересно, написано на иврите не совсем тьма. Тьма – это Хоших, а там написано Арафель. Арафель – это туман, темный туман, густой туман. И мы знаем, что когда мы едем ночью, и даже когда очень темно, включаем просто свет, дальний свет или дополнительный свет, и мы видим. Но когда Арафель – туман, включай, что хочешь, ты не видишь дальше, чем 2 метра. Мне как-то довелось ехать в очень густом тумане в Австрии. Я каждую минуту нашего двухчасового пути с моей женой и детьми просто молились, чтобы как-то ни в кого не врезаться. И слава Богу, Господь нас хранил. Даниил по поводу этого концепта тоже пророчествует. И он говорит, что помните там картина, когда он видел как истукан, который символизировал царство этого мира, которые были основаны на золотой голове, на вуходоносоре, который символично был головою Вавилона. То есть самого такого грубого смешения, когда отторгалась воля Божья. И даже был момент, когда на вуходоносор сказал, я, моя рука все это сделала. Короче, оттуда вот это вот беззаконие, ну или еще с более раннего времени, с Вавилона, того первого Вавилона, который Нимр отстроил. И Даниил говорит, оторвался камень, который разбил этот истукан, и он наполнил все. Царство Машеха, царство Мессии, которое разрушит Вавилон. Чего мы из этого момента цепляем? Я хочу сейчас начать использовать одно слово, которое не библейское, но я думаю, вы его поймете. Все знают такие слова Христос и Антихрист. То есть тот, который противостоит Христу, это Антихрист. Мессия и противомессия. Я сейчас хочу использовать слово антивавилон. То есть Вавилон это что-то злое. И вот сейчас мы будем изучать, как Бог созидает народ, который является антивавилоном, который должен сокрушить этот Вавилон. И я надеюсь, что дальнейшее повествование поставит многие вещи на свои места. Здесь я хочу еще одну вещь сказать. Я вижу, что только мало вопросов мне в комментариях пишут. Вот после пяти уроков. Потому что я понял, что те, кто внимательно смотрит, они уже поняли то, что ответы приходят сами с каждым последующим уроком. И вот, повторюсь, мы находимся как бы в низшей точке. Вон там это одиннадцатая глава бытия. Человечество просто сбито с пути. Полная разруха. И Господь начинает включать шаги исцеления. Еще несколько моментов, которые я хочу перед разбором жизни патриархов, которые стали ключом. Или, скажем, шаг бет. То есть, путь исцеления. Первая дорога завела в тупик. И Бог от начала приготовил этот второй путь, чтобы через него привести исцеление. Но нам нужно еще понять одну вещь. И она тоже связана вот с этим вот концептом Вавилон. Просто я хочу указать вам на одну интересную тему, которую Писание постоянно показывает. Еще однажды говорит своим ученикам, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Ну, то есть, он как бы дает характеристику, как небесный доктор, что мир болен. Понятно, там и здесь есть некоторые праведные люди. Их было немного, но они были, допустим, прародителей Иоанна Крестителя. Интересные слова сказаны в Евангелии от Луки. Были праведны на основании закона Моше. То есть, их праведность удовлетворяла Божий стандарт. Но большинство людей не были в таком положении. И еще говорит, лечить их надо. Дом Израилев нуждается в лечении. Когда еще был маленьким ребенком, его принесли благословить в храм. Эта история тоже записана в Луке во второй главе. Старец Шимон, Симеон, взял его на руки и, по сути, сказал следующие слова. Этот отрок, не только нападение, восстание других, но он определяет два пути для Машиеха. Он тот, который покажет свет народам. Помните, я говорил про туман? Он будет настолько сильным светом, что даже народы, погрязшие в тумане, который просветить практически невозможно, получат свет и придут к правильному поинту, к правильному ответу. И также, он говорит, и будет силой для восстановления славы народа моего Израиля. То есть, Израиль как бы был надломан, и приход Ешуа должен был обеспечить исцеление. Но здесь я хочу разобрать, прежде чем мы будем говорить про Авраама, еще одно местописание. Это Исайя. И это 41 глава. И давайте откройте вместе со мною, чтобы вы видели эти стихи, потому что они знаменательны. И мы должны сразу понять, что очень часто пророк, когда говорит пророчество, подразумевает не только одно. То есть, чаще всего Исайя подразумевает, разумеется, Машиеха, Искупителя, Спасителя с небес. Но очень часто этот Мессия как бы перекрывается, закрывается личностью народа, Израиль. И вот давайте прочитаем, что тут написано. Первый стих. «Умолкните предо мной острова, и народы да обновят свои силы, пусть они приблизятся, и скажут, станем вместе на суд». То есть, чтобы стать пред Господом на суд, они должны набраться смелости, силы, и даже не просто люди, а народы. И в данном случае, когда человек, ну я не знаю сейчас, может удивлю кого-то, когда человек умирает, по сути, он сразу же, его дух, его душа предстает на Божий суд как личности. Но в последние дни, там, когда говорится о великом суде, это, конечно, вещь тоже спорная. По всей видимости, это суд для народов, как народы исполнили свое предназначение. И вот второй стих. «Кто воздвигает востоком мужа правды, призывал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей». То есть, по сути, эти слова «муж правды» – это, безусловно, Машех, и здесь даже не о чем разговаривать. И дальше вот идет разбор, и 4 стих говорит, кто сделал, кто совершил это, кто от начала вызывает роды. «Я Господь первый, я последний, тоже я». То есть, Бог как бы говорит, я то, что поставляю, так оно и случится. Но если мы продолжаем читать дальше, вдруг мы видим, как пророчество от одной личности начинает переходить на народ. 8 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Аврагма, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев земли и сказал, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». То есть, здесь как бы пророк от имени Господа начинает ободрять народ Израиля, который хоть и призван, но все время хромает. И вот он говорит, не бойся, не смущайся, 11 стих. «Я Бог, я укрепляю тебя, не хочу тратить время на чтение каждого слова. В стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя». Такое было многократно в истории Израиля. Целые народы империи надсмехались, были раздражены и пытались изнищить, уничтожить, отвергнуть. Этих народов сейчас попросту больше не существует. Нету древнего Вавилона, нету древнего Египта, нету древней Греции. То есть, эти страны есть и, возможно, некоторые потомки там есть. Амалек, нету его, стерт с лица земли, потому что противостал против Господа. Но я даже не об этом сейчас. Я хочу показать вам одну интересную вещь. 14 стих. «Не бойся, червяков». То есть, ты мелюзга, ты вообще мелюзга. «Я помогаю тебе, говорит Господь, искупитель твой, святой, той мой». 15 ключевой стих. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь швеять их, и ветер разнесет их». Суть этих стихов примерно такая. «Я Бог. У меня есть конечный инструмент, который сделает невероятные вещи. Его зовут Машиах или раб мой. Но ты, народ Израиля, являешься в моих руках молотилом, инструментом». Если бы Бог здесь в данном случае себя назвал «я хирург», то Израиль бы он назвал скальпелем. Если я электрик или я электронщик, то Израиль бы назван паяльником. То есть, чем Господь берет и начинает удалять черевоточины, опухоли и разные болезни от народов. По сути, этот стих и ему есть еще целый ряд подобных синонимов. Там, где Израиль называется или рабом, или служителем, или священником. Всякий раз все эти слова говорят «ты, Израиль, в моих руках, в руках Творца, являешься инструментом, чтобы исцелить 70 народов, которые выбрали для себя Бавель, Вавилон, конфуз, смущение, которые выбрали для себя тьму. Я, Израиль, использую тебя, и ты выведешь их в свет». Именно поэтому слова в других пророчествах говорят, что из Сиона выйдет Тора и Слово Господне из Иерусалима. Или уже то, о чем я говорил на прошлом уроке, Яфет, который тоже погряз в Вавилоне, он может просветиться, если войдет в шатры Сима, потому что Бог будет использовать шатер Сима или семя Израиля. В данном случае это конкретная логистика туда идет, чтобы быть исцеляющим инструментом в руках Господа. И здесь я хочу вам сказать такую вещь. Очень много христиан некоторые формы представляют не совсем правильно, потому что, да, теория замещения властвовала в головах многих верующих, даже искренних верующих на протяжении веков. И люди, верующие в Иешуа, в Иисуса, в христиане, говорили, «Мы его народ, и мы принадлежим ему, мы некое небесное воинство, живущее на земле». На самом деле, если вы читаете Римлянам 11 главу или Ефесянам 2 главу, там про привитые лас, Бог избирает Израиль в свои руки инструментом, антивавилоном, чтобы исцелять весь мир. И через Христа и Иисуса, через Ешуа Машеха, он к этому инструменту добавляет дополнительные звенья из народов. И понятие церковь без Израиля – это не просто несуществующая единица. То есть, если вы привились к корню, и этим корнем не является Иисус Христос. Иисус Христос является тем, который прививает к корню, корнем является народ Израиля. И я, может быть, в другой раз поговорю, почему часть Израиля до сих пор во тьме, не об этом сейчас речь. Речь о том, что Бог избирает Израиль быть инструментом в своих руках. И истинная церковь – это кангломерат евреев, верующих в Ешуа, и не евреев, которые через Ешуа присоединились к этим евреям. И, вы знаете, есть очень странные обетования для всего еврейского народа. И, наверное, в формате данного урока я не смогу их толковать, потому что я уже вижу, что я не вмещаюсь в 8 уроков. И, по всей видимости, мне придется попросить 9 урок, и, может быть, даже 10, чтобы раскрыть тему присоединения к Израилю, и что это значит. Но мы посмотрим, будет видно. Короче говоря, я хочу вас оставить сейчас с мыслью, что Бог избирает Авраама, чтобы из него произвести народ, который будет в руках Господа инструментом для исцеления всего мира, чтобы компенсировать и дисгармонию в человечестве, и разрушенную идиллию с творением, и восстановить потом связь с самим Творцом. И мы увидим, когда мы будем разбирать историю патриархов, как там Господь Бог изменяет их, созидает из них народ и делает нечто новое. Итак, Авраам. Знаете, здесь будет очень много нюансов, связанных с изменением характера. Потому что мы помним, что человечество в разрухе. Мы не знаем, каким образом Авраам пришел к вере. На эту тему есть Мидрашим, которому мы вольны доверять, вольны не доверять, как мы хотим. Но некоторые Мидрашим рассказывают, что, во-первых, Авраам, он из детей Шема. И, по всей видимости, он знал такую личность своего, возможно, деда или прадеда по имени Эвер. От имени Эвер произошло название евреи. Еврей или Эвер – это перешедшие за реку. И вы в этих главах, в 10-й, в 11-й бытия, можете прочитать про Эвера. И он считается вместе с Шемом, Эвером и Авраамом такими носителями небесной мудрости. И он ушел от народов. Короче говоря, каким образом пришел Авраам к вере? Ну, во-первых, там гены играли. Это безусловно. Но его отец занимался бизнесом. Очень выгодным на то время. Так Мидраш рассказывает. У него был магазин по изготовлению, или фабрика маленькая, по изготовлению идолов. И если мы рассуждаем современными концептами, то, наверное, там, в Уре-Халдейском, его отец лепил идолов разных размеров. Эти слепки, наверное, посылал в Китай. Из Китая ему привозили массовое производство. И он уже там распространял это по дешевым ценам. Шутка, конечно. Короче говоря, Авраам помогал отцу. Отец однажды уехал, так рассказывает Мидраш, аж по каким-то делам. А Авраам остался один в лавке. И, наблюдая за всеми этими статуями, понял, что это просто ерунда. И, много размышляя об этом, пришел эмпирически к пониманию, к осознанию Бога. И в тот момент, когда он сказал, «Господь, я хочу, чтобы ты открылся мне». Бог стал разговаривать с ним. Я думаю, на самом деле, большинство из нас пришли таким же образом, когда в какой-то момент мысль, или идея, или слово возбудило в нас желание к истине. И, разумеется, это от того же Творца пришло. И мы обратились к Господе, «Поговори со мною». Помните, как в той старой песне «Поговори со мною, мама». В данном случае, «Поговори со мною, папа». И он поговорил с каждым из нас, иначе бы мы не были там, где мы есть в плане веры. Авраам пришел к вере. И Господь стал ему раскрывать путь, и он стал призывать его. И 12 глава «Бытия» начинается с такими словами. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди» на иврите «Лех-Леха». И эти слова не совсем говорят «Пойди в таком-то направлении, туда-куда-то». Там «Пойди, уйди от себя самого». То есть он жил там в Вавилоне. Он, по сути, был частью Вавилона, конфуза. И чтобы уйти от этого конфуза и получить свет, ему нужно было пойти куда-то. Куда идти? И здесь, когда некоторые говорят «Пошел в землю, которую сам не знал», не совсем не знал. То есть не знал, потому что не был. То есть я могу много знать, ну о каком городе, в котором я не был. О Челябинске я не был там. Я могу прочитать кучу информации про него в интернете. Но если я никогда не был в Челябинске, я хотел сказать в Нью-Йорке, но я был несколько раз в Нью-Йорке и в других городах был. Но в Челябинске никогда не был. То я, по сути, не знаю этого места. И Авраам наверняка слышал про эту землю как наследственный удел Шема. Но он не знал, куда идет, потому что он не знал, чего там ожидать. И мы помним, что там жили хананеи, народ проклятый своим дедом, Ноахом. И эти проклятия изменяли их, разрушали их. Они были колдунами и прочее, прочее. И, по всей видимости, там опять началось это смешение с Нефалим. Потому что, когда через поколение сыны Израиля возвращались туда, там написано, не бойся сынов Анака. Анака это были какие-то уже Нефалим, какие-то были гиганты. Но не в этом дело. Иди в ту землю. Но очень интересно увидеть, в каком состоянии призывает Господь Авраама. Авраам в этот момент женат. Достаточно богат. То есть, это семья с средствами. Но он бездетен. И сегодня люди дают все имущество, чтобы заиметь ребенка. Ну, большинство. Сейчас некоторые стандарты изменились. Но в те времена иметь после себя наследие, это было чем-то. А он, по всей видимости, уже был женат на Саре много лет, и детей не было. И вот Господь, призывая его, говоря, уйди от себя, или уйди от этого Вавилона, от этого смятения, конфуза. Пойди и... Бог ему предлагает, по сути, контракт. По сути, он делается Авраамом, ну, чуть ли не бизнес-договор. Он говорит, ты идешь, и представляешь меня во всем мире, который продан греху, или в Вавилоне, по грязь в этом конфузе. Ты являешь мой стандарт жизни. Ты показываешь людям, чего надо жить, чтобы быть в свете Господнем. И ты посвящаешь себя и свое потомство мне. А взамен этого я тебе даю землю. То есть, первую вещь, которую Господь сказал Аврааму, я тебе землю дам. Мы сегодня, все взрослые люди, и все хотят иметь или квартиру, или дом, или еще чего-то. Но кусок того, что по закону никто не может у тебя отобрать, без ипотеки, твое, просто твое. И Бог говорит, отработай мне. Я тебе даю землю, я тебе даю имя. То есть, тебя будут помнить народах, но самое главное, дам тебе наследника. По сути, они жмут друг другу руки, и говорят, окей, сделали дел, будем представлять друг друга. Бог говорит, я тебе буду оплачивать, то есть, благословлять тебя, а ты будешь служить мне. Только знай, я судья. Я не только милосердный Господь, я судья. И мы видим, как происходит трансформация. Читаем эти стихи. Уйди в землю из родства твоего, из дома отца твоего, то есть, из урохалдейского, и из самого вот этого концепта Вавилона. И я укажу тебе, куда идти. Я произведу от тебя великий народ, то есть, у тебя будет потомство. Благословлю тебя. Возвеличу имя твое. То есть, имя Авраам станет чем-то серьезным во всем мире. И будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословят от тебя все племена земные. Мы увидим, как из главы в главу, начиная с 12 главы Бытия, Господь Бог просто концентрирует и раскрывает суть вот этого в начале общего благословения. И некоторые вещи, наверное, Авраам ожидал. Окей, потомство, может быть, завтра. И на каком-то этапе он разочарован. То есть, он не знает сроки, когда потомство ему будет. И ему приходится пройти какие-то этапы изменения, очищения, собственного изменения, изменения своей жены, понять какие-то откровения, чтобы войти. Но что же там Бог делает? Помните, я сказал, последним шагом вниз было разрушение идиллии в народах. И каждое племя потеряло контакт с другим племенем. Здесь Господь просто восстанавливает. В одной семье все говорят на одном языке. У них есть истинное божество. У всех народов свои божества, а здесь истинное божество. И они все решаются жить по стандарту, который определяет для них священный, святой Бог. То есть здесь вот как бы в миниатюре, в миниатюре возрождается то, что все народы потеряли. То есть клин клином вышибается. И вот созидая вот этот маленький антивавилон, Господь учит Авраама, а потом после него и Ицхака, и Иакова. Мы будем разбирать какие-то вещи, как он учит их. Как привязываться к Творцу. Как входить в взаимоотношения с ним на уровне брит, завет. Что это значит верность? Как укрепиться? По сути, здесь выстраивается цепочка людей, которые связаны друг с другом, не только родством, но и идеей веры, искупительной идеей веры, которая иногда ведет их на совершенно сумасшедшие шаги. Я не побоюсь этих слов. Я вам дам пример. Помните, совершенно сумасшедший шаг Тамар или Фомарь по-русски. Она была вдова, которая дерзнула переодеться проституткой, чтобы заиметь ребенка от Иуды. Она не могла дождаться его сына, знала, что не дадут младшего. И она... А если бы Иуда просто ее изнасиловал и не дал бы ей в залог ничего? Это вполне могло быть тогда, как это происходит сегодня со многими проститутками. К сожалению, что они занимаются этим делом. И она бы потом забеременела. Ее бы просто сожгли в огне, но она готова была с ума сходить и делать абсолютно ненормальные вещи, только бы быть в наследии, которая там зародилась во времена Авраама, чтобы принадлежать этой цепочке. То же самое Рут или Руф по-русски, которая сказала, не надо мне мое родство, я пойду с тобой буду семена на полях собирать, только бы мне родить кого-то, кто будет в этой цепочке избавителей. Вот там это все в дне Авраама залагалось. И очень важно понять, что через кровь каждый еврей связан с этой же цепочкой, а через кровь Машиаха каждый верующий нееврей тоже связан с этой цепочкой. Это просто мысли, которые разрывают нашу голову, если мы понимаем, что мы стали все вместе, вместе с Авраамом, антивавилоном, чтобы та тьма, которая покрыла народы, в нас заложилось основание, на котором пришедший с небес во второй раз Ишуа Гамашиах восстановит свое славное царство. И всякая, всякая ложь и сопротивление Божьей воли будет покорено под его ноги. Окей, мы продолжаем дальше. Я прошу прощения за некоторый эмоциональный такой всплеск, но вот так вот. Короче говоря, Авраам очень старается. Но вначале бизнес. Вначале он только бизнес-партнер. Потом мы увидим, как из бизнес-партнера Господу происходит трансформация, он становится слуга. Или есть другое выражение. Друг мой Авраам. А в конце концов, он уже не будет даже другом. Он станет рабом Господнем. Это, кстати, причина, почему потом, позднее, во времена Нового Завета, и про Ишуа сказано, раб мой возвысится. И Павел, и Петр, и другие апостолы называли мы рабы Господни. Мы поймем, что это значит. Итак, в семье Авраама они пытались компенсировать проблемы Вавилона. Одна вера, один язык и одна земля. Место, в котором они все находились. Кстати, по всей видимости, здесь было вот что-то такое, что раньше было Эдемом, хотя мы не знаем. Воды потопа и колебания почвы разошлись, может быть, материки, где что, мы не знаем. Короче говоря, разбирая частные жизни Авраама, Иска Акаякова, мы учимся. Мы сейчас учимся. Мы видим, как созидает Господь эту драгоценную связь. Окей. Авраам делает жертвенник. 12 глава, 7 стих написано. Явился Господь Аврааму и сказал потомству-то ему, отдам я землю сию. И создал Господь. Он там жертвенник Господу. И мы читаем дальше. Мы видим, что Авраам не был защищен от человеческих проблем. То есть, у него не все сразу сыпалось на голову. И вдруг, вот буквально, они пришли, сколько-то времени не побыли. В этой же 12 главе рассказывается, голод пришел на землю, и Авраам решил идти в Египет. И тут начинаются вещи, которые сложно понимать, но он делает человеческую проблему. Он, по сути, изменяет своей жене Саре. Что-то было с Сарой. Сара была необычайно красива. И хоть ей к этому времени уже лет так 70, она выглядит, как говорят на востоке, персик. И египтяне сразу сказали фараону, что тут пришла семья, одна, от голода спасаясь. По всей видимости, семиты, типа, ну, знаем мы их. Но, потому что в Египте жили дети Хама, Митцраим, он один из сыновей Хама. И вот пришли они, и у него там женщина в его хамуле. Вокруг Авраама были еще люди. Я уверен, что они не были двоем или слотом, троем. Там были слуги, которым выбор Авраама понравился. Они пошли за ним. Короче, забирают Сару во дворец. И Господь наказывает египтян по полной программе. И до такой степени, что этот царь Египта зовет Авраама, говорит, прости меня, друг, я тут наделал глупостей, все было чисто, мы не успели с ней ничего сделать плохого. Я только нацелился, но тут я понял, Господь нас всех наказал, забери вот тебе компенсации. То есть, человеческие проблемы или человеческие ошибки не были чужды нашим патриархам, как никому из людей. То есть, противостал и полностью победил грех только один. И вы знаете его имя, Ешуа из Назарета. Все остальные должны были достигать чего-то. Мы читаем дальше. И потом они вернулись. 13 глава, следующая проблема. Они стали богатыми, то есть, после Египта они разбогатели, и Авраам со стадами, и Лот со стадами. И здесь они расходятся. Мы помним, как они разошлись. Лот выбрал долину Иорданскую, там, где дом Игамора, потому что до того, как Господь осудил эти города, там был, как цветущий сад. Авраам говорит, что ты выберешь, я выберу другую сторону. Мне не важно, где жить. И я знаю, что это все пределы, которые Господь мне определил, и будем жить, и все нормально. Очень интересно, начать читать 14 главу, на эту тему, 14 глава, 1-2 стих, сказано, и было в дни Амрафела, царя Асинарского, Ариоха, царя и так далее, Фидалы и так далее, пошли, они войною против Беры, против Бирши, против Щинава и против царя Шемиэвера и против царя Беллы. То есть, 4 царя воевало против 5 царей. На самом деле, в древних эпосах вот это событие очень неплохо описано. И там говорят, что Амрафел, это Навуходоносор, простите, Нимрат, которого имел несколько других имен, и после разрушения Вавилонской башни еще был жив и пытался вернуть поступление налогов с разных народов в свою казну. И было 4 царя, которые воевали против 5 царя. И там они захватили во время этой битвы Лота. И хоть Лот отошел от Авраама, родственные чувства у Авраама были очень сильные, он пошел избавил Лота. Но я не это хотел вам показать. Я хотел вам показать то, что в русском языке вообще не видно. И я уже говорил, что иной раз священные писания дают нам не имя, которое папа с мамой дали ребенку, а как бы кличку, которая потом привязывается к человеку и с этим запечатлевается. И такие понимания могут много чего решать, потому что они обозначают даже характер. И вот если мы будем читать Бытие 14, 2 глава, почитайте имена пошли против Беры царя Содомского. На иврите не Бера, а Бера. Это имя, которое переводится во зле. То есть ходячее зло. Царь Содомский имел кличку зло или ходящее зло. То есть, ну, какой папа, мама даст своему ребенку, ты зло. у второго царя, которого, он был царь Гоморский, не Бирша, а Береша, в преступлении или преступник. То есть это были какие-то странные люди, которые отошли от истины Божьей. И вот здесь происходят все эти вещи. То есть, даже имена их обозначают зло. Но Авраам идет бороться за своего родственника, спасает его. Они забирают громадную добычу. Потом часть добычи того, что эти цари забрали у Содомского и Гоморского царя. Авраам отказывается от этого, говоря, я к этому даже свои руки к этому нечистоте не дотронусь. Наверное, он забрал вещи, которые принадлежали тем другим царям. А вот этих вот Содомского, Гоморского эти вещи не тронул. То есть, мы видим, что Авраам сильно усилился после всего. Но вот интересная штука, она тоже записана в 14 главе, 17 по 20 стих. Здесь написано, когда он возвращался после поражения царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. Мы знаем, что кроме этого случая Мелхиседек упоминается дважды в священных писаниях. Один раз в псалмах ты будешь священником моим по чину Мелхиседека. И другой раз в послании к евреям по чину Мелхиседека. Ешуа назван священником по чину Мелхиседека. И там дальше есть такой комментарий, который не имеет ни рода, ни племени, то есть непонятно кто. И на эту тему есть много комментариев, и я не хочу вас разочаровывать в вашем комментарии, дам просто, может быть, еще один дополнительный. И он примерно такого же уровня, как я сказал, Авраам пошел в землю, которую не знал. То есть, я повторюсь, он знал, что эта земля наследия Шема. И он, наследник Шема, вправе забрать эту землю, но он ее не знал, потому что никогда не был. Так и про Мелхиседека говорят, что это был еще живший на то время Шем, Сим. Он еще не умер. И если мы посмотрим графики жизни тех людей после потопа, мы увидим, что Шем или даже пережил Авраама или умер всего лишь за несколько лет до смерти самого Авраама, потому что они жили туда сотни лет. И он священодействовал в каком-то городе Салем или Шалем. И, возможно, это та область, которая потом стала называться Ир. Ир, это город Ерушалаем или, ну, по-другому сказать, то есть в той области. И он был известный праведник. И он благословляет Авраама своего прапрапрапрапрапрапраправнука. И, что интересно, некоторые так считают, некоторые так не считают. Говорят, что это вообще предвоплощенное явление Христа. Я так не думаю. Я давко думаю, что это больше Шем. Но, как вы понимаете, это, вы сами понимаете, речь, дело не меняет. Мелкицедек, Мелыхцедек, то есть царь праведности, Мелхиседек переводится с иврита, благословляет Авраама. И тот Авраам отдает ему десятую часть от победы. То есть уже в древнем мире было такое понятие, как десятина на дело Божье. Мы продолжаем смотреть за трансформацией Авраама. И сейчас мы переходим к пятнадцатой главе. Я не буду ее всю читать, но я только скажу, что вот наступил момент, и это уже с того момента, как Авраам живет в земле обитованной уже, наверное, несколько десятилетий лет, несколько десятилетий, может, десять, может, двадцать лет, я не знаю. Но мы видим, что потихоньку в его сердце вкрадывается разочарование. И он говорит, я остаюсь бездетным, когда Господь говорит с ним, вот мне нужно будет отдать все, что я от тебя получил, Господь, Элиэйзеру, этому человеку, который пришел из Дамаска, с Сурии, то есть Дамаск уже там описывается как город, который существовал. И Господь говорит ему, не боись, Авраам, не бойся, от твоих чресел произойдет тебе потомство, выйди, посчитай звезды на небе, столько у тебя будет потомков. И вот здесь Авраам верит Господу, и это становится для него символом праведности или принятости Господом, Богом. Я не буду эту тему толковать, что значит вменилась в праведность, потому что некоторые используют такой стих, чтобы сказать, что мы живем только благодаря нашей вере и наши дела вообще не имеют значения. Ну, наверное, правильно говорят, но если наши дела порочат нашу веру, значит мы не совсем в вере живем, то есть исполнение митцвод или заповеди Господней, оно прямо пропорционально уровню нашего доверия Господу и в работе внутри нас Божьего Духа. И вот здесь они заключают еще раз обновляют завет. То есть Авраам нуждался и это несколько раз происходит с ним как бы обновить уровень веры. Ну, мы, конечно, сейчас намного сильнее и нам этого не нужно делать. Мы там один раз нас погрузили в воду и мы заключили завет и через этот завет черпаем от Господа силу. То есть мы зашли в завет в связь с Израилем и через Израиля с Творцом и вот нам больше. А здесь Авраам через несколько какое-то количество лет он нуждался в каком-то дополнительном обновлении переживании. Я с этого учусь, что нам, нам людям, которые большинство из нас намного более слабы, чем Авраам, иногда нужно даже на уровне эмоций обновлять наш завет. Короче говоря, здесь мы видим, как Авраам по слову Господа рассекает разных животных, там проходит огонь и это вид древнего заключения завета. Если ты не устоишь в твоих обязательствах, то будешь сожжен этим огнем и разумеется в данном случае это было немножко одностороннее, потому что Бог пребывает верным и одно из имен, с которыми Господь Бог открывался нашим патриархам, потом мы узнаем это через откровение Моисея именем Эл-Шадай я открывался Аврааму, Исхаку и Якову. И Эл-Шадай это значит Бог, которого всегда будет достаточно, он будет заботиться о тебе во всем. И вот здесь мы видим вот это вот и здесь происходит интересная вещь. 13 стих пророчества одно из первых пророчеств в Библии записанных, то есть если мы читаем какие-то неканонические книги, скажем Еноха или еще какие-то, там есть пророчества, но в Библии вот это вот особенное пророчество, которое уже начинает говорить даже о датах. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их на 400 лет. Если мы посчитаем конкретное количество лет, сколько народ Израиля пробыл в египетском плену, то цифра будет 240 лет. Почему 400 лет здесь написано? Толкователи говорят, что 400, потому что вот с этого момента нужно считать, когда Бог сказал Аврааму, то есть это время, которое захватит дни жизни Ицхака и Иакова, то есть это время вот начинается вот с этого момента. И я произведу суд над народом, и ты вернешься сюда, то есть твои потомки с большим имуществом, потому что мера 16-ти амареев доселе еще не наполнился, мера беззаконий. Помните, я вам говорил про вечную Тору, про понятный нам, один из понятных нам принципов Торы, которые удерживают этот мир, мера за меру, о чем еще говорит, какой мерой судите, такой мерой будете судимы, то есть мера, она удерживает этот мир, здесь вот мера амареев, которые тоже, по всей видимости, там занимались какой-то нечистотой, и именно из них происходили вот эти вот страшные гиганты, которых потом покорили дети Израиля в дни Иешуа Беннунова, Иисуса Навина. Но мы продолжаем дальше. В тот день заключил Господь Авзавет Авраамов, сказал, я отдаю тебе землю отсюда до сюда, Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, тоже гиганты, Амареев, Хананеев, Герсеев и Ивусеев. Окей, продолжаем дальше, вот мы прошли пятнадцатую главу, и мне было важно осветить вот эти нюансы, которые там развиваются, и здесь мы опять видим Авраам, видящий, встречающийся с Господом то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Это наша жизнь, то есть мы хотим быть инструментами в руках Господа для исправления мира, но Бог вначале исправляет нас, но параллельно с нашим внутренним исправлением свет от нас как бы отражается и он светит другим людям, поэтому я хочу ободрить каждого, мы идем путями не новыми, мы идем по путям, по которым уже ходили люди, и вот это все примеры для нас. Почитаем еще немножко проблем, шестнадцатая глава, тут у Сары проблемы с Агарью, и мы помним, что Агарь наложница, в те времена были другие немножко нравы, и Авраам немножко как падишах, и вот ему его же жена говорит, пусть она тебе родит, а по древним законам, когда наложница или служанка или рабыня рождала от господина, первенец, он принадлежал законной жене, или старшей жене, и вот Сара рассчитывала, что вот у нее у самой не получается, и в данном случае это будет правильное решение, но на какой-то, на каком-то этапе даже у Сары пророческий дар, который был даже больше, чем у Авраама, мы читаем здесь, послушай жену свою Сару, и потому что она имеет этот пророческий дар, и избавься от наложницы, и вот Авраам невероятная вещь, он выставляет свою наложницу со своим ребенком, и здесь очень важно еще раз понять, все мы можем допускать ошибки, и очень важно, чтобы мы с возрастом не становились только старше, важно, чтобы мы становились духовно различающими обстоятельства, и учились на ошибках даже великих людей, чтобы не допускали вещи, но в данном случае было много ошибок, я не буду сейчас касаться всем этим вещам, идем дальше, и сейчас мы в 17 главе, и 17 глава опять обновление завета, и в данный момент мы видим, что Господь уже приближает Авраама, и чтобы приготовить его, он изменяет ему имя, и ему Исаре, имя Аврам переводится как Великий Отец, Аврам, но мы видим разочарование Аврама все эти годы, потому что его имя ничему не соответствует, у него нету своих детей, и когда Господь меняет ему имя, и говорит Ав Ав Ле Ам Ав Ав Ра Ам То есть Ав Ле многих народов, ты будешь отцом многих народов, вдруг что-то происходит и с Авраамом, и с Сарой, то есть и в нем, и в ней изменяется, обновляется внутренность, очень сложно понять, но вот эти стихи мы читаем здесь, и Пал Ав на лицо свое, третий стих, вот я поставил завет с тобой, ты будешь отцом множества народов, только не один народ, а от тебя многие народы произойдут, и цари произойдут от тебя, и завет между мной, между потомками твоими, то есть здесь, если мы посмотрим все заветы Господа с Авраамом, мы увидим, что это по сути один завет, но некоторые детали становятся более ясными и понятными, и вот с 10 стиха знаком завета должен быть Брит, и с тех пор у семитских народов, или точнее у авраамических народов соблюдается закон Брита, у евреев это на восьмой день, как был позднее обрезан Ицхак, а у мусульман по годам, когда был обрезан Ишмаэль или Измаил по-русски, это примерно 13 или 14 лет, и сказал Авраам Богу 18 стих, о хотя бы Ишмаэль, Ишмаэль Бог услышал меня, был бы жив перед лицом твоим, Бог же сказал, именно Сара, жена твоя родит тебе сына, иди наречешь ему имя Ицхак, Ицхак с иврита обозначает цхок, смех, и по-разному можно перевести или на смешка, или Божий смех, и мы увидим, как это имя потом сработало в жизни Ицхака, да, в жизни Ицхака, но давайте двигаться дальше, мы проходим 17 главу, и сейчас мы в 18, то есть здесь каждая глава, это просто, ну, на каждую главу можно часами говорить, и я проскакиваю просто, чтобы показать вам, как Господь созидает семью, которая внутри себя влагает вот эту силу, чтобы побеждать Вавилон, Бог строит антивавилон, но изнутри развивая какое-то доверие Творцу, знание истинного Бога, чтобы вот как бы это истинное знание наполнило Авраама и всех, кто ему принадлежит, и через них приходило в мир, даже иной раз без слов. И вот Авраам делает обрезание, мы читаем, что Аврааму было девяносто девять лет, когда он сделал обрезание, и восемнадцатая глава, начинается со словами, и явился ему Господь у Дубра в Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, он развел отчество и сгонул, его три мужа стоят против него, и сказал, Владыка, если я обрел благоволение предачами твоими непройдима раба твоего. На самом деле там не написано Владыка, там написано Адуни. Адуни это уважительное обращение типа господин мой или сэр или мистер, ну, уважительное, он увидел троих, я думаю, он в этот момент даже не знал, что это ангелы, то есть они выглядели полностью как люди, и по всем видимости, особенно там на востоке, в это время были разные люди, имеется в виду и меньшие, и большие, ну, если там эти Анаким жили, возможно, они были побольше, и он просто побежал встретить их. Толкование говорят нам, что он сидел у входа в шатер, потому что это были буквально несколько дней после обрезания, и он еще находился в болях, потому что это достаточно болезненная, не опасная, но болезненная процедура, но пересилив себя, увидев людей, идущих по пустыне, по какому-то отрезку, по дороге, путников, хотел проявить гостеприимство. Мы помним, в Новом Завете есть интересное выражение «гость в дом, бог в дом», или там сказано иначе немножко, некоторые, приняв ангел, приняв гостей, не зная, приняли ангелов. Вот это вот про эту ситуацию говорится. Короче говоря, Авраам заводит их в дом, принесут вам немного воды, омоют ноги ваши, отдохните под сим деревом, то есть рассаживает их в тени, поспешил Авраам к саре, говорит, сделай пресные хлеба, побежал в стан, взяли нежного теленка и взял масло, молока и теленка приготовленного и поставил пред ним. На этот стихи есть много разных комментариев, касающихся кашрута, и вот мы видим Авраам в кашрут, там было и молоко, и масло, и теленок приготовленный, это не совсем раввинистический кашрут, и мы знаем, что тема раввинистического кашрута не очень однозначна, хотя достаточно здрава, но не очень однозначно, имею ввиду там молоко, масло и прочие вещи, но я даже не об этом хочу говорить, здесь есть другая проблема, когда мы читаем этот текст, мы частиком встречаем тетраграмматон, юд-хей-ва-в-хей, то есть, когда здесь про ангелов говорится, используется юд-хей-ва-в-хей, и поэтому, как в иудейских, так и в мессианских, так и в христианских толкованиях, есть по-разному рассматривают данную ситуацию, ну, некоторые говорят, это были просто три ангела, три ангела, один из них пришел с задачей возвестить добрую весть Аврааму, Сара забеременеет, и у него было помазание от Господа исцелить Сару, то есть, ангелы-существа очень направленные, для одной цели созданные, возвестить благую весть и исцелить это одно считается, а два других шли, чтобы разрушить Содом и Гоморру, некоторые другие считают, что это было два ангела и между ними был Господь, я, наверное, больше, меня, как бы, меня больше подтягивает и мне более привлекательно на первое толкование, что это были три ангела, то есть, они троем пришли, Авраам служит им, один ангел говорит ему благую весть, исцеляет Сару и возвращается в свои небесные шатры, Авраам остается с двумя, но мы видим, что когда он с двумя, вдруг он молится, Господь, даже торгуется, но мы можем понимать, что вот два в его присутствии, а в своем сердце, он человек уже развившийся в чувствительности к Господу, взял лет двадцать, а может быть и тридцать, и он чувствует глаз Божий внутри, и он даже проверяет вещи, реально это ангелы с правильной стороны пришли или нет, ну вот мне кажется, что это место так надо толковать, но здесь в восемнадцатой главе, в семнадцатом сказано, утаю ли я что-либо от Авраама, что хочу делать, то есть мы видим, как Бог уже говорит с Авраамом, не как бизнес-партнером, типа, окей, мы договорились, ты это делаешь, я это делаю, я босс, я вообще делаю, что я хочу, тебе даже отчитываться не должен, здесь он говорит, утаю ли я чего-то от тебя, мы видим уже уровень доверия, большого посвящения, доверенный тайном, это как в многих современных фильмах спецагенты с высоким уровнем доступа, то есть, ну прямо вот друзья, вхожие туда, вот мы читаем подобное про Авраама и он торгуется с Господом Богом по существованию с дома Игаморы и ходатайствует о них и говорит, хоть 10 там будет, вот с этого момента в еврейской традиции вводится понятие Миньяна или 10 человек, которые своей праведностью или бесчестием могут навлечь или благословение, или проклятие на всю нацию. Вот с этого момента именно было дано Израилю вот эта молитва десятерых в синагогах. Что интересно, в Новом Завете, я так подозреваю, что Ишуа пророчески видел, что в среде мессианских верующих не всегда будет набираться десятка для Миньяна, и он говорит, когда двое или трое попросят у Бога чего-то будет им, или я буду посреди вас, я буду дополнять ваш Миньян. Я хочу сказать, мы смотрим, как Бог, созидая Авраама или созидая в Аврааме еврейский народ, по сути, готовит исцеление или восстановление мира. И мы говорим сейчас о первом шаге вверх из той глубины, куда свалились в результате Вавилона. Авраам один язык, развивающийся, вероизменяющийся характер и влияние на людей вокруг. Мы посмотрим об этом дальше. А сейчас я желаю вам всем благословения. Я прошу прощения, что я быстро говорю, просто я хочу уложиться как можно больше в тему. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в ваших комментариях. Пусть Бог благословит вас. А я хочу помолиться и закончить этим. Небесный Отец, помоги нам следовать шагами Авраама за ним, углубляясь в вере. Мы благодарим тебя за величайшего из потомков Авраама Ешуа Хамашиеха, которым все мы живы и в котором мы черпаем силу принадлежать Израилю и твоим обетованиям, быть всем вместе инструментом в твоих руках, скальпелем в твоих руках, молотом сокрушающим горы беззакония, горы Вавилона, чтобы свет Божий явился в этот мир. Прошу тебя, Господь, дай нам открытые глаза и храни на путях наших во-шем Ешуа Машех. Всем шалом! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok